Микс Ньюз. Утро на Болткове. Отличное пятничное утро, причем утро необычное, оно у нас личное, ко всему прочему. И теперь по пятницам у нас, надеюсь, будет хорошая традиция, когда мы будем приглашать в нашу студию, на радиостанцию Болтком, интересных людей, музыкантов в частности. И сегодня у нас в гостях Рамирос, он же Рома. Здравствуй, дорогой дружище. Давно не виделись. Привет, дружище. Есть у нас возможность сегодня как-то пообщаться на тему тяжела и неказиста. Жизнь популярного артиста в нашей стране. Как вообще движется музыкальная жизнь? Вот хотелось бы послушать человека, который непосредственно из цеха музыкального как раз к нам в студию сюда сегодня заглянул. Ну, давай, рассказывай. Как вообще жизнь проистекает ввиду того, что, я так понимаю, что люди, работающие в интертайменте, пострадали в результате вот этой пандемии в большей степени? Ну, несомненно. Я думаю, что все сегодня знают через средства массовой информации, что, конечно же, в нашем цеху с работой стало похуже. Но я могу сказать, что, слава богу, у меня с работой похуже, но есть. И это радует, это не может не радовать. Есть чем заняться и есть где и для кого поиграть музыку. И вот после того, как стало послабление, скажем так, в ограничениях, конечно же, все зашевелилось и сразу же ожило. По крайней мере, у нас в Латвии, насколько я знаю. Давай немножечко некоторую ретроспективу воспроизведем происходящего, ну, скажем, несколько лет тому назад и вообще, что касается твоего творчества. Надо сказать, что Раума и группа Рамирес, да, она у нас известна уже много лет и является визитной карточкой нашей страны, когда приезжают сюда гости из-за границы, в частности, из России, когда была новая волна. Всегда все удивлялись, каким образом в Латвии, вроде бы как-то ментальной холодной стране, есть ребята, которые играют яркую, жаркую музыку «Флейм». Да, и наверняка группу Рамирес слышали многие, если уж не на корпоративах и на свадьбах, то наверняка и по радио, и по телевидению. Скажи, пожалуйста, вот те проекты, которые на протяжении многих лет были тобой осуществлены, каким образом сейчас движется творческая жизнь группы Рамирес? Расскажи, пожалуйста. На сегодняшний момент несколько все изменилось во мне, да, и в моем творчестве, потому что то, что было сделано тогда, это было то время, да, это мы начинали еще, смешно звучит, но в прошлом веке. Мастодунт. Да, группа Рамирес как раз-таки, мы собрались, то бишь, я собрал ребят в 98-м году, ни много ни мало, время не прошло, но на самом деле уже ох-охо. И в 2000-х годах, конечно, был такой очень хороший взлет, и записывались песни, они до сих пор на радиостанциях звучат русскоязычных. И с этого времени, конечно, много воды утекло, и, конечно, много было проведено работы над собой, творческой работы, был, естественно, творческий поиск, он до сих пор идет. Но в каком-то смысле я нашел то, что мне интересно, и то, что мне хотелось бы донести до слушателей, и вот именно над этим сейчас ведется работа уже последние, наверное, 7 лет. Это была выпущена одна песня, но это все было все тот же стиль румбо-фламенко. Я сейчас иду немножко в другом направлении. В соседнем это то же самое, только немножечко видоизмененное фламенко. Для тех, кто знает, немножечко может разбираться, может загуглить, посмотреть. Сегодня мне хотелось бы нашим слушателям подарить такую музыку под названием как «Ноева фламенко», что в переводе на русский означает просто-напросто «Новая фламенко». А что это значит? Значит, людям, которые в музыке разбираются, в музыкальных направлениях, сегодня жанров как таковых нет, все смешано, все находится в разных симбиозах, в смесях и так далее. Если мы говорим о жанрах, я думаю, что многие наши радиослушатели, может быть, не до конца себе представляют, что такое фламенко, потому что для человека, живущего здесь, в Латвии, музыка – это не очень родная, надо бы это признать. И я так понимаю, что ваша команда, она как раз на почве вот этого «Флейм» копает уже в течение многих лет. Давай, может быть, что-то изобретать, я смотрю, что здесь у нас в кустах не рояль, но гитара, да, обозначилась. Давай, может быть, что-то воспроизведем уже живьем, ну, не знаю, может быть, не всю песню, как-то кублет, припев. Кусочек чего-то. Кусочек чего-то. Вот что в твоем понимании является таким настоящим архаичным фламенко? Не «Нью фламенко», как «Нью фламенко» мы наверняка еще сегодня вернемся, а вот то, что в твоем понимании. То, что на тебя, скажем, произвело, может быть, сильное впечатление, есть у тебя, в конце концов, как у музыканта, какие-то знаковые темы, знаковые композиции, которые, ну, сформировали твое понимание, твой вкус музыкальный, да, и вывели тебя на эту дорогу, которая непременно должна привести к музыкальному храму. Спасибо, дружище, за хороший вопрос. Его редко задают на радиостанциях, тут просто такая глубина такая присутствует. Мы на радиоболтком. Для меня фламенко, как и для многих в мире людей, это, конечно же, прежде всего Пака де Люсия, который подарил миру фламенко, он раскрыл и популяризовал этот стиль, потому что до этого это была абсолютно этническая музыка, то есть народная музыка, которую исполняли… Цыгане. Нет, немножечко тебя поправлю, и они всё-таки называются гейтанос, это не совсем те цыгане, которых мы и думаем, да, то есть это… Настоящие. Цыгане, нет, нельзя так сказать, это просто другие цыгане гейтанос, которые пошли немножко другим путём историческим. Фламенко насчитывают в себе, как говорят историки, и то это приблизительно 500-600 лет где-то, то есть и вот… Откуда вообще фламенко пришло в Европу? Насколько всю эту информацию я поднимал, и насколько говорят нам об этом историки и, как говорится, специалисты, которые в этом копались, где-то 500-600 лет назад народ, который мы сегодня знаем как цыгане якобы, они вышли из Индии, и какая-то часть пошла, то есть, скажем так, на север, да, географически, если так простым языком, а какая-то часть народности этой пошла через арабские страны, через Израиль, то есть, в те времена, да, стародавние. И осели в Богемии. И Египет, да, и так далее, и осели они уже позже в Испании. И фламенко, как известно, зародилось в Андалузии, да, это юг Испании. Ну, хорошо, давай тогда, может быть, что-нибудь воспроизведем, потому что говорить о музыке было бы как-то не очень перспективно, лучше сыграть. Я этнической фламенко не углублялся, что-то изучал, что-то смотрел, но это музыка, которой, прежде всего, присутствовала всегда гитара, голос и танец. Что сейчас сыграем? Ну, не знаю, я, может быть, что-нибудь сыграю, например. Можно еще быть эскитамо. Фламенко, это такое, как оказывается, на сегодняшний день я узнал, что это вокал основан на мусульманском пении, посвященном Всевышнему. Откуда вот эти рулады? Намаз. Надо сказать, что фламенко впитало в себя огромное количество жанров и стилей, традиций. И, в частности, здесь, конечно же, и Востока очень много, и очень много этнической еврейской музыки. Все это переплетается удивительным образом. Ты смотрел, кстати, фильм с названием «Фламенко»? Конечно. Двухсерийный, да? Конечно. Где Кортес в качестве танцора. Но надо сказать, что на меня этот фильм в детстве, я посмотрел, как это получилось, в детстве произвело очень сильное впечатление. Фильм практически без сюжета и две серии. Мы смотрим просто, как люди поют и танцуют, но в результате складывается такая картина бытия, не побоюсь этого слова, что просто плакать хочется, потому что там столько эмоций, столько страсти, которые выражены через песню и через танец. Это целый большой путь народа, не побоюсь этого слова. И поэтому на меня фламенко действительно этот фильм произвел очень сильное впечатление. И тогда я стал как-то повнимательнее, что ли, прислушаться к музыке. Давай что-нибудь споем, сыграем, ну, не знаю, Китамо. Тебе нравится? Ну, ты как раз таки назвал самую популярную группу, коллектив, который, по-моему, если не ошибаюсь, после 90-х распался. Но что самое интересное, кто в курсе, они сейчас помирились и, что называется, сошлись. И выпустили новый альбом. Буквально, по-моему, в прошлом году. Да. И это как раз таки коллектив с вокалистом, известнейшим таким, как Антонио Кармона. Вот это основоположники стиля нового фламенко. Что такое нового фламенко в двух словах? Это та же фламенко-гитара с использованием техники фламенко и разнообразие мировых стилей. То есть таких, как рок, джаз, блюз, немножко хард-хоры. Я пошучу немножко, да? То есть разнообразные, то есть смесь разных стилей. Эклектика, назовем ее так. Надо сказать, что у нас такие вещи несовместимы, как раз и рождаются новые стили. Такое очень частенько бывает. Да, и в основе, конечно, лежат бразильские ритмы, такие как самбо, то есть латинские, то есть сальса и так далее и тому подобное. Чача, румба. Чача, хорошо. Да. Ну что, ну кусочек, да? Например, такой какой-нибудь. Диме, если я сегодня для тебя не проблема. Ну, например, вот такой отрывочек. Женя, отлично, да. Это была Чача, если что. Я так и подумал, что, скорее всего, это Чача. Но, Ром, вот тебя частенько можно видеть в старой Риге. Ты сейчас, я так понимаю, играешь где-то в одном из ресторанчиков. Эту музыку ты и воспроизводишь, я так понимаю, для людей, которые идут мимо, тем, которым нравится, они заходят тебя послушать повнимательней. Я немножечко добавлю, да, но я появляюсь в старой Риге, но я немножечко под другим соусом сейчас появляюсь. Я появляюсь в качестве гитариста. Я не пою пока что, пока у нас такой период, я решил поберечь свой голос. Сейчас объясню почему, расскажу, можно поговорить об этом вкратце. Я исполняю инструментальную музыку, а именно румбо-фламенко. То есть, это инструментальная музыка с аранжировками, и именно вот фламенко-гитара звучит. То есть, насколько я понимаю, в том виде, в котором была ваша команда с названием «Рамирес», ее сейчас просто не существует, ввиду чего? Пандемия, новые творческие пути? Все немножечко не так, скажем так, группа «Рамирес» она назвалась таким образом, потому что меня зовут Роман, ты знаешь, да, и наш бас-гитарист как-то выразился, когда мы думали над названием, названий было несколько, я даже сейчас не буду вспоминать, они были смешные, но басист взял и сказал, будучи в каком-то там интересном настроении, слушай, ну тебя Ромка зовут? Ну, я говорю, ну да. Ну, мы играем латинскую музыку? Ну, да. Ну, так давай ты будешь Рамирес. Никакого отношения к романической культуре это не имеет. Не имеет, просто, да. Но когда я начал рыть, что такое Рамирес, а все знают, что есть имя Рамирез, и также группа называется Ромирос. Оказывается, что Ромирос – это тоже имя, то есть это производное от имени Роман, только в испанском. Что с командой? С командой что? С командой так произошло, что, ну, мягко говоря, мы в какой-то момент прекратили совместное творчество, потому что мне захотелось вот именно пойти куда-то дальше, чем Ромбо-Фламенко, а ребята считали нужным, что все-таки вот Ромбо-Фламенко – это наш стиль, и вот это то, с чего мы начали. И, наверное, на этом фоне, каком-то творческом, как сказать, несовпадении, что ли, да, мягко говоря. Ну, тут у меня сразу встречный вопрос. Куда пойти подальше? Вот скажи, вот это уже сказал, куда пойти подальше, углубить? Это что это имеется в виду и в плане музыки? Что такое развитие Фламенко? Ну, ты говорил сейчас о Нью-Фламенко. Да, но его Фламенко, вот, это именно то, что мне нравится, например, когда Фламенко смешивается с поп-музыкой, с рок-музыкой, с джаз-музыкой, с стилем, да, и так далее, с разнообразием. То есть, да, это может быть и почти как бардовское исполнение, даже так. Мурку можешь, например, в Фламенко? Мурку, ну, что там Мурку? Тебя может спасти в какой-нибудь необычной ситуации, вспоминая фильмы известных. Ты знаешь, нас уже ничто не спасет, мы уже давно спасены. Конечно же, Мурку тоже. Можно любую музыку сыграть в этом стиле, да и вообще, я скажу так, любую песню можно сыграть в любом стиле, если ты музыкант и профессионал своего стиля, да, или не только, есть музыканты, которые играют в разных стилях, есть, которые только в одном стиле, да, например, только регги люди играют, и все, больше ничего не умеют. Хорошо, Ром, расскажи, пожалуйста, что тогда в плане продвижки, если ты говоришь, что как-то бы пытался пойти дальше, нежели чем просто выступление на корпоративах и на свадьбах, я так понимаю, что у тебя в этом плане какое-то движение происходит. Что сейчас? Нью Фламенко, ты записал что-то, может быть, что-то открыл, над чем работаешь? Расскажи о своей... Я вкратце расскажу так, что я имел, скажем, такой опыт неудачной записи на наших латвийских студиях, я не буду названия говорить, но мне не понравилось качество записей, которые были уже на выходе, да, то есть, когда мы все записали, когда мы подготовили, и то звучание инструментов, именно акустических, вот что сегодня уже в наше время где-то и редкость, меня не устроило. И я долго думал, что же делать, поехать за границу записывать или каким-то образом еще действовать. Ну, тут очень много говорить не хочу, тут очень много тонкостей есть своих. Но если говорить коротко, то я пришел к тому, что я решил сделать свою студию, чем сейчас и занимаюсь. Я очень надеюсь и рассчитываю на то, что к Новому году я закончу ее, где, собственно, и будет происходить запись нового материала. Рамирос. Рамирос остался. Только теперь это как бы не группа, это артист Рамирос, тем же именем Рамирос. Ну, собственно, голос мой, он как было, так и остается моим. Гитара моя, она как была, так и остается. Будет просто масса новых инструментов. Не буду перечислять их очень много. Это и бразильские инструменты, это и латинские инструменты, это и арабские, и индусские инструменты, и в том числе. Ты пишешь свою музыку или эксплуатируешь уже материал достаточно известный? Потому что я знаю, что, в принципе, фламенко музыка, она хорошо раскручена. Есть хиты, которые очень удачно ложатся на ухо латвийского человека. Или ты пишешь свою музыку, или на испанском ли языке, может быть, на латышском, на русском. Расскажи об этом немножко. Был как-то опыт записи даже на латышском языке. Одна песня вышла под названием, могу сказать, да, «Амиго», что в переводе на русский друг, дружище, да? Это же на латышском исконном. Да, есть на русском версии и есть песня на латышском. Удивительно. У нас был такой опыт. Я не знаю, как посчитали слушатели, удачно или нет, но мы попробовали это сделать. Это была, кстати, одна из последних работ с ребятами вместе еще, со старым коллективом. А на сегодняшний момент, ну, я так сразу тебе отвечу, что я… Мое желание, мое ощущение, скажем так, моей миссии, может быть, громко звучит. Да, громко звучит. Ну, скажем, то желание, которое я хотел бы исполнить на этом свете, это донести до русскоязычного слушателя именно эту музыку именно на нашем русском языке. Поэтому я пишу песни сам, сочиняю, так сказать, текста, да, то есть не будем говорить громкого слова поэзия, текста для песен на русском языке сам, и музыку сочиняю сам. И также сам сейчас занимаюсь аранжировками, которые очень сложны. Поверь мне, в латинской музыке очень сложны аранжировки, потому что там очень много инструментов, многотекстурная музыка. Ритм там очень сложный, там сочетается шесть восьмых, потом четыре восьмых. По-разному. Хорошо, Ром, вот такой вот странный парадокс музыкальный. Я когда общаюсь с людьми, испанцами, которые играют фламенко всю жизнь, с профессионалами, они очень снисходительно, ну по-доброму, конечно, снисходительно относятся ко всему тому фламенко, который пытаются играть люди, живущие в Европе вообще, ну скажем так, по-северней. Потому что они считают, что фламенко – это музыка, исконно их, и для того, чтобы впитать в себя все необходимые ноты интонации, нужно прожить определенное количество жизней в этой атмосфере. И только тогда ты можешь как-то выразить этот стиль, эти эмоции. Что касается людей, которые живут здесь, у нас музыкантов в частности, которые пытаются творить в этом же стиле, настоящие фламентисты считают их, ну как бы, ненастоящими фламентистами. Как-то такой вот странный парадокс. Но как бы ты мог бы это все объяснить? Вот ты когда сталкиваешься с профессионалами, которые там в Испании, настоящие фламентисты, которые учились этому с детства, и заканчивали специальные учебные заведения по этому стилю, как они относятся к твоему творчеству? Вот расскажи немножко. Ты знаешь, на мое удивление и на мою радость, или на везение, я не знаю, ну да и, конечно, и многие года труда и усердия, мне повезло. Меня даже признали в Центральной Америке. Есть такой известный артист по имени Рубен Блейдс, так сказать, Сальса Мэн. Это артист, который исполняет сальсу, люди могут посмотреть, загуглить. Который снял вот подобную передачу, у него своя радиостанция, и веб-вещание, и он рассказал обо мне, что в некой Латвии, по их мнению латиносов, скажем так, да, он сказал «Donde esta Latvia», почему-то через «D», что есть настоящая музыка, звучит, и обозначил меня как «Синьора Рамироса», что было очень приятно, аж до дрожжи в руках, что да, звучит настоящая музыка. Почему настоящая музыка? Латиносы делят музыку на два подвида. Есть «La musica», это музыка, и есть «Белый шум». Ну хорошо, а что отличает, вот в твоем понимании, в твоем понимании человека-профессионала, что отличает музыку, латино-музыку от не-латина, фламенко от псевдо-фламенко, назовем ее так? Ну, это масса технических приемов, которыми нужно обладать, так называемые компасы. Это сложно очень, но если говорить простым языком, технически фламенко исполняется только пальцами, только кончиками пальцев с небольшой длиной ногтей, всеми пятью пальцами. Нельзя ее сыграть, как ты знаешь, медиатором. Но фламенко – это ведь не только техника, я вот как раз таки хотел бы… Это и ритмика, и вот компас – это как раз таки та форма, вот о чем я говорю, в которой должно уложиться определенное количество аккордов, набор, то есть своя форма существует. Ты знаешь, вот возвращаясь к тому же фильму с названием «Фламенко», известный фильм, в общем-то, посмотрите, если кто-то не смотрел, там есть такой момент очень забавный, где сидят два просто мужика старых, два деда таких сидят, и они, может быть, ты тоже помнишь этот момент, там нет никаких гитар, никакой техники, они просто… Вначале это кажется, что они просто стонут. И когда я включил минут… Продолжается эта сцена минут, наверное, 10, они просто стонут, но потом их стон превращается в странное пение, и ты вдруг понимаешь, насколько глубоко можно рассказать просто с помощью каких-то странных сочетаний нот, можно рассказать, целую историю жизни людей, которые прожили насыщенно, в общем, это уникальное явление. Мне тогда показалось, что «Фламенко» как-то вне техники какой-то, потому что здесь для меня, во всяком случае, важна была эмоция, которую я услышал и прочувствовал. Что касается исполнения, скажем, здесь, в нашей достаточно ментальной, прохладной стране, исполнять музыку жаркую и яркую, как это всё сочетается, и как слушатели это воспринимают, вот что самое интересное, потому что процесс-то происходит одновременно, в процессе прослушивания рождается как раз эмоция, я так думаю. Абсолютно с тобой согласен. Музыка – это как раз-таки отсутствие каких-то правил, да, то есть, но всё-таки их нужно знать, чтобы их нарушать, надо правила знать. Конечно же, можно импровизировать и на кастрюле «Фламенко» сыграть, в принципе, да, если ты знаешь, как это звучит, и какие-то основные ритмы знаешь, да, но что касается пения, да, конечно, это вот то, я о чём говорил, это не обязательно даже язык, это может быть просто вот этот… Вот я тебе уже историю рассказал, что у меня на душе Что-то происходит Так что, да, это Как сказал Пако Д'Алисей Великий Царство ему небесное Это просто набор звуков Вот Для тех, кто любит Заморачиваться там и в глубину Лезть неизведанную Музыка, это набор звуков А уж что несут эти звуки Что ты хочешь через эти звуки Донести, это уж твое дело Очень важный вопрос, что ты хочешь донести до аудитории С помощью своей музыки С помощью этих звуков Это сакральный такой глубокий вопрос На который я с легкостью отвечу Конечно же Хочу какие-то такие Повторюсь, сакральные вещи Донести для людей Это любовь, это дружба Это Хорошее отношение друг к другу В общем, позитив То есть Музыку со знаком плюс Ну, то бишь Тебе есть что сказать Есть, о чем поговорить Хочется, конечно, людей радовать Дарить людям хорошее настроение Чтобы люди После Рутины После Рабочей недели Когда они устают От своего труда И идут куда-нибудь отдыхать Чтобы они получили удовольствие Кто-то, может быть, поплакал Может быть Кто-то, может быть, посмеялся И почувствовал разные эмоции Или У кого-то, может быть, в этот момент Раскрылась душа Или Снялась какая-то боль Как я всегда шучу Есть доктор, который лечит наше тело А артисты, в принципе, должны На мой взгляд Ну, было бы неплохо Чтобы они занимались Своим делом Своим делом Что-то делали с нашей душой Которое иногда нужно Вот это очень Ты полагаешь, что музыка фламенко Она как раз работает с нашими Какими-то душевными Качественными ощущениями Да не то, чтобы я полагаю Ты знаешь, есть такое мнение Что во фламенко присутствует Своя магия Это вот эти ритмы И наборы вот этих Разнообразных мелодий Рулат Вот этих вот Вене В котором присутствует Даже африканское пение Они творят чудеса Поскольку На мой взгляд Музыка – это своего рода Шаманство Это некое волшебство Которое Из-под вседневности Человека Уводит В какой-то, наверное Ну, можно сказать Потусторонний мир Астрал, космос Как угодно Сегодня это можно Назвать некую медитацию То есть Отключиться От системы Нашей постоянной Надо сказать, что До Пифагора Вообще музыка Считалась Субстанцией божественной И люди До того, как Пифагор просчитал Что длина струны равна Как раз таки Определенным гармоническим Колебанием Сочетанием Люди вообще Воспринимали музыку Как нечто божественное Субстанцию Какую-то божественную У нас сейчас реклама выйдет А потом мы обязательно Что-нибудь сыграем Еще такое С популярного Буквально через несколько минут Так что оставайтесь на волне Это радиостанция Болтком Напомню, что у нас сегодня В гостях популярный Музыкант Исполнитель Фламенко Рома Он же Рамирос Через чуть-чуть продолжим Виа СМС верит Что капуста Дарит чувство радости И позволяет каждый день Превратить в праздник Являясь одним из лидеров рынка И имея богатый опыт Уже более 10 лет С уверенностью заявляем Что больше капусты Больше радости Мы знаем о капусте все И готовы делиться Своими знаниями Лучшие рецепты капусты Ищи на Виа СМС точка ЛВ Виа СМС точка ЛВ Эластичный заем Нам доверяют Готовься к школе Выгодно С ЮЗК Только три дня С пятницы по воскресенье На мебель для дома Одеяло и подушки Скидка 33% Но на матрасы Скидка 50% Скидки не распространяются На суперцену Покупайте и на ЮЗК точка ЛВ Радио Микс ФМ Приглашает на последнюю Летнюю дискотеку На корабле Рига Сперла Микс ФМ Олн Де Вотер 19 сентября И 10 октября На первую осеннюю дискотеку В Кристалл Клаб Я Гость клубного вечера Егор Ковайков И группа Дуэнда Билеты в Билишу сервис Дискотека Микс ФМ 19 сентября На борту Рига Сперла И 10 октября В Кристалл Клаб Микс ФМ Дэнкс Утро на Болкове Причем утро необычное Но у нас личное У нас сегодня в гостях Рома Он же Рамирос Известный у нас Исполнитель музыки Фламенко Ром Ну если мы говорим О личных вещах Давай Сейчас у меня такой Личный к тебе вопрос Скажи пожалуйста Вот ты музыкант Ты ведь все-таки К искусству человек близкий Как тебе кажется Вот по-честному Так без купюры Без масок Ты искусство в себе Пытаешься утверждать Или себя в искусстве Ничего я не пытаюсь Утверждать Я тебе сразу скажу Я просто Скажем так Как говорят Что искусство Это самовыражение Я просто выражаюсь Я наверное такой человек Я с 5 лет занимаюсь музыкой И так получилось Сначала это было фортепиано В 16 я взял гитару Благодаря Виктору Цою Тогда было это очень модно Только он появился Вот откуда ноги растут Да-да Поэтому до сих пор Я ему благодарен И до сих пор Я очень люблю его Как-то Виктор Цой далек От музыки Фламенко Как произошло Что ты вдруг перекрылся Потому что тогда Все ребята во дворе На гитаре играли Только Виктора Цоя И ты сам знаешь На трех аккордах Это все происходило И что явилось для тебя Подвижкой к музыке В стиле Флэйм Видимо потому что Мой отец музыкант В прошлом И поскольку я Имел начальное образование Музыкальное Я понимал что Мой уровень игры на гитаре Оставляет желать лучшего И я начал искать Скажем тот стиль Что бы мне хотелось Играть на гитаре Как и куда развиваться технически Вот я о себе Буквально Два слова Я когда услышал музыку В стиле блюса Произошло это Я был достаточно уже взрослым Мне было наверное лет 16-17 И до этого как-то мне Не попадалось внимательно Послушать что-нибудь В блюзовом стиле Я просто влюбился В эту музыку Это была композиция Группы Led Zeppelin Science when I've been loving you И с тех пор я просто Как-то заболел Музыкой в стиле блюса А что у тебя явилось Подвижкой Что тебя как-то Сниз подвигло На изучение В стиле флайменко Это известнейшая группа Gypsy Kings Так Вот и когда я услышал Песню про Бармалея Песню про Бармалея Бамбалео Да И не только Там хит оф масса И его Лара И Джо Би Джоба И Бай Ламе И можно перечислять И так далее Я понял что Это энергетика Которая меня заводит Которая возбуждает Во мне какие-то эмоции И вот Мне очень захотелось Так же как они Вот наверное да После Цоя Переигран Когда я переиграл Все песни Цоя На тот момент Да Захотелось что-то вот такое Вот горячее Остренькое Может быть потому что Скажем так В силу Стечения обстоятельств Во мне какие-то Тоже есть южные Как сказать Клеточки Кровь какие-то Корни Поэтому может быть Темпераменты Южные Слушай Ты в моря ходил Это правда? Да Была такая история Меня пригласили В моря Ну да В моря Я Мне посчастливилось Я оказался В экспедиции Под названием Под пурусами Крузенштерна Есть такой корабль Один из самых Крупнейших парусников На данный момент И ходил на Крузенштерне Крузенштерне Да Под пурусами Крузенштерна У меня даже есть диплом Моряка Крузенштерна С подписью капитана Даже если он зайдет В наш порт Я имею возможность Без этого диплома Просто подойти Сказать своими фамилиями И меня туда бесплатно Пустят с друзьями На Как это называется На Крузенштерн Просто походить Посмотреть этот корабль На экскурсию На экскурсию Что в личной жизни? Ты знаешь Я в отличие от Каждый день Скажем так Я в отличие от Не знаю Как бы так помягче сказать Сложный вопрос Нет Абсолютно не сложный Я на него очень коротко отвечаю Я просто в отличие От других артистов Не знаю Может быть неправильно Я говорю Других Ну или Очень известных артистов Я стараюсь Свою личную жизнь На показ не выставлять Ну у тебя есть муза И ты же музыкой занимаешься Должна быть муза Потому что как-то Слова коренные Муза Все у меня есть Отлично Хорошо Ну давай тогда Что-нибудь воспроизведем Уже музу В музыкальном смысле Воспроизведем ее На гитаре Я так понимаю Что можно Музой назвать И инструмент Тоже Музыка вообще Очень ревнивая женщина Да Ну хорошо Главное не изменять Не только ей Но еще и себе Давай что-нибудь Воспроизведем На гитаре Ну так чтобы обозначить Может быть что-то Из нью фламенко А вот давай мы Не будем нью фламенко Вот давай мы Скажем так Продемонстрируем Другую стилистику Есть еще Такое Широкое поле Как латинская музыка А она очень велика Это треть мира Поэтому мы сыграем Одну из самых Известнейших композиций Под названием Я даже не буду Наверное говорить Выговаривать название Я думаю что Радиослушатели Прекрасно ее знают Она была очень популярна И до сих пор И даже есть Ремиксы Рекаверы И так далее Просто кусочек Сыграем Времени мало Поэтому я стараюсь Сыграть побыстрее Сыграть побыстрее Субтитры создавал DimaTorzok Рома, Рамирус сегодня у нас в студии. А где можно послушать тебя? Живёмся сейчас, в ближайшие дни. Не знаю, может быть, кто-то заинтересовался бы и пришёл. Ну, кто-то может зайти на мою страничку в Фейсбуке, Рамирус набрать. Я иногда выставляю там, так сказать, как это сейчас называется, посты, да, с рекламкой, где я появляюсь. А вообще я не занимаюсь в последнее время рекламой. Мне это неинтересно, потому что с работой вроде неплохо. Я спешу быстрее к Новому году закончить студию, чтобы записать те песни, которые я хочу отдать на радиостанцию. Надеюсь, и Радио Болтком, может быть, примет с радостью мою композицию, если понравится, конечно. Что касается работы. Ты говоришь, у тебя с работы всё в порядке. Я так смотрю, что в основном музыканты жалуются, что работы нет. А музыканты всегда жалуются, что работы нет. Я знаю массу музыкантов, у которых работа есть, есть всегда, и не работает только ленивый. Вот это моя позиция. Пусть никто не обижается, у кого нет работы. Пандемия показала, кто из нас ленивый, а кто трудолюбивый. Так? Ну, мне кажется, что да. Всегда можно найти себе занятия и как-то заработать себе на жизнь, и не только. Музыкой. Даже во время пандемии. Ну, вот ты видишь, больше 20 лет у меня получается. Мне всегда знакомые удивляются. Ты в Риге, в Латвии, как? Да вот так. Да, и всё, что необходимо, у меня есть в жизни. Мало того, я строю студию, и это тоже, по-моему, неплохо. Счастливый человек. Да. С полученским обретший состояние какого-то, не знаю, просветления. Ну, хорошо. Ром, спасибо тебе большое, что заглянул сегодня к нам. Будем надеяться, что мы пересекаться будем где-то уже почаще. Может быть, в ближайшее время и музыка твоя будет записана, и будет звучать уже на радиостанции «Болтком». И ещё раз напомню, для интеллигентных людей наша радиостанция как раз задумана. Поэтому музыка яркая, интеллигентная, она здесь имеет место быть. Ну, что, до очередных услышаний. Тогда спасибо за общение с сегодняшним личным утром. И ещё раз напомню, Рома, он же Рамирос, сегодня у нас в гостях.